В эфире Наульского телевидения итоговый выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Главный советник управления по взаимодействию с территориями и кадрами администрации главы Республики Башкортостан Денис Юсупов посетил с рабочим визитом наш район 5 декабря. Вместе с главой администрации района Ильшатом Вазигатовым и представителями управления образования он посетил образовательные и социальные объекты нашего района. Так делегация ознакомилась с ремонтными работами, проведенными в школе имени Радика Гореева, материально-технической базой учреждения, состоянием учебных кабинетов и условиями, в которых занимаются дети. После чего они направились в село Новый Артаул, где посетили сельскую врачебную амбулаторию, отметив хорошее оснащение медицинского учреждения и Новортаульскую среднюю школу. Несмотря на то, что зданию школы уже более 40 лет, в ней созданы все условия для успешного и комфортного обучения школьников. Посетили ряд объектов, которые вы в том числе видели, по отработке поручений главы республики. Ряд поручений уже выполнены, сняты из контроля, а ряд поручений еще остаются для завершения дологического своего решения. Надеюсь, поездка будет полезной, обоюдно и для Дениса Радисовича, потому что он текущее состояние наших дел узнал. Ну и проблемы вновь были озвучены ему, для того, чтобы в дальнейшем решать объекты. В основном объекты, которые значатся в перечне с поручениями главы республики. Ну и плюс, естественно, башкирские дворики, исполнение по подъездам посмотрели. И дворец молодежи, который в принципе там вопрос решается два года подряд, огромный объем выполняется. Коррекционная школа, это уже вне поручений тоже посмотрели. У нас по школам, которые мы отработали, в основном показаны, остается проблема школы номер 4 у нас для решения, большие средства нужны. И центральная районная больница, в котором еще долго и много упорно нам нужно работать. Согласно итогам проведенного в октябре общественного опроса по выбору территорий для благоустройства, большинство опрошенных янаульцев проголосовали за вокзальную, торгово-рыночную и елочную площади. О том, как изменится их облик, обсудили на совместной встрече проектной группы и представителей общественных организаций и структур района 6 ноября. Спустя почти месяц разработчики концепции развития общественного пространства Янаула, специалисты проектной группы 8, представили свою презентацию предварительной концепции благоустройства выбранной территории. Началом дня стала встреча обсуждения проекта и документов конкурсной заявки с членами рабочей группы администрации города и района по подготовке проекта. В условиях большого конкурсного отбора важность правильного оформления всей документации особенно значима. Следующим этапом стала встреча с представителями российских железных дорог, руководством автовокзала, представителями администрации района и разработчиками проекта. Архитекторы проектной группы 8 показали свою презентацию облика вокзальной площади и обсудили возможности реализации всех представленных задумок. Сегодня мы вновь в городе работаем с проектной группой 8. Это казанские проектировщики, архитекторы, урбанисты, которые занимаются концепцией развития общественных территорий города Инаул. Готовят наш город к участию в всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Хронологически к 1 февраля 2020 года мы должны уже конкурсную заявку направить в Москву. Это все делается при участии Института развития городов, который создан в городе Уфа в регионе, для того, чтобы помогать городам, привлекать финансовые средства не только местных, республиканского бюджета, а еще и средства бюджета федерального, для того, чтобы сделать наши города более интересными, выразительными, благоустроенными. Вот эта работа и продолжается. После обеда сегодня мы встречаемся сейчас в стенах железнодорожного вокзала. Присутствует начальник станции, начальник вокзала, начальник автовокзала, руководитель библиотеки для того, чтобы качественно и эффективно синхронизировать этот проект развития общественных территорий с проектом, который планирует к реализации АОРЖД. В частности, мы уже об этом говорили. За счет средств АОРЖД планируется реконструкция, новое строительство моста, демонтаж старого, изменение немножечко конфигурации, может быть, и общественных пространств на перроне. Завтра отдельно будет встреча с предпринимательским сообществом, как раз с тем, который находится вдоль рыночной нашей площади. На прошлом проектном семинаре были высказаны предложения сделать в городе тоже такой некий мини-арбат. Вот как эта идея приживется, вот сегодня мы это еще будем обсуждать, завтра с проектировщиками. И завтра же состоится большая встреча с теми, кто проводит крупные массовые мероприятия в городе, как, скажем, событийные, как говорим, мероприятия. И именно эти люди, которые пишут сценарии, которые готовят эти все мероприятия, выходят с инициативами, они будут рассказывать о том, что бы они хотели видеть, как бы они хотели улучшить вот эти как раз территории, в частности, территорию елочной площади, для того, чтобы эти территории в центре города работали более эффективно на нас, на нашу молодежь, на наше старшее поколение, на наших детей. В завершении дня в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялся проектный семинар. Его началом стала презентация предварительной концепции будущего облика площадей, подготовленная разработчиками на основе всей собранной информации, а после обсуждения возникших вопросов и предложений. Один из самых обсуждаемых из них был вопрос установки искусственной ели. Основной тренд в разработке общественных пространств и в проектировании общественных пространств сейчас – это обсуждение с жителями, то есть непосредственными пользователями. Это самое главное, что есть проектирование общественных пространств на данный момент. Здесь уже проводилась встреча подобная, на которой проводился опрос, проводилась встреча, и не одна, на которой собирались пожелания жителей, какие-то доработки, какие-то идеи от жителей, которые затем проектировщики увязали в одну единую концепцию. И сейчас она как раз будет обсуждаться. В частности, вашего города есть такой тренд, что мы подтягиваем города, которые прилегают к границам. То есть вы далеко от Уфы, мы хотим, чтобы вы были не только в границах республики, но и ментально были вместе с республикой и деинтифицировали себя с ней. Поэтому такой очень важный интерес. Вас называют, ваш город Ленаул называют северными воротами республики, поэтому большое внимание уделяется железнодорожному вокзалу. И в концепции предусмотрено создание непосредственно ворот. Это будет такая юрта на привокзальной площади, которая как раз так сейчас будет обсуждаться. Затем, вообще в концепцию вошла очень крупная, большая территория. Это елочная площадь, это территория, которая соединяется с железнодорожным вокзалом, рыночной улицей. То есть это очень большой-большой объем работы, там очень много пользователей, это и предприниматели, это и разные магазины, и ДК, и рынок, и разные собственники, с которыми у нас сейчас нужно найти общий язык. Вот этим мы и занимаемся как раз так. Железнодорожный вокзал – это федеральная структура, с которой нам предстоит договориться о том, чтобы на территории железнодорожного вокзала влезать какие-то изменения. Один из самых активных и творческих этапов семинара представлял собой работу в группах, где каждый участник описывал то, что бы он хотел видеть на этой территории, чем согласен или не согласен в предложенном варианте, перечислял все возникшие идеи, чтобы будущий вид был не только эстетически привлекателен, но удобен, функционален и практичен для всех жителей, сохраняя при этом особенно индивидуальный колорит нашего города. Так как являюсь спортсменом, играю за башни в добычу, баскетбол, поэтому я изначально просил у них баскетбольную хорошую площадку в городе Янаул, потому что в городе Янаул ее нет. Вот, и мне очень не нравилась улица Ленина и Ленина 8, Ленина 10, потому что там постоянно ездят машины, то есть непонятные какие-то телодвижения происходят. Вот это вот хотелось все упорядочить и поставить на место. Они с этим справились сегодня, показали отличный проект. Что-то меня не услышали, где-то меня не увидели, но это ничего страшного. В общем, как бы очень все круто. В завершении мероприятия участники каждой группы презентовали итоги своей работы, объяснили, почему именно эти доработки они предлагают для внедрения. По словам архитекторов, участников проектной группы 8, на основе всех высказанных предложений к следующей встрече они подготовят уже окончательный проект вида площадей города. Межрегиональная творческая лаборатория под названием «Пусть не прервется нить традиций» работает в Янаульском районе с 3 по 5 декабря. Проект посвящен столетию республики Мариэл. Хотя вековой юбилей марийцы будут отмечать в следующем году, проект начал работать уже в этом году. Делегация из Мариэл уже побывала в Сверловской, Нижегородской областях и Вудмуртии. 3 декабря представителей выездной творческой лаборатории встретили в Янаульской библиотеке. Дорогие друзья, уважаемые гости, добро пожаловать на гостеприимную, благодатную Янаульскую землю. Унактарды, Ямабылым, колласы ей ипкошылай. Дәмілі куймағы, колласы, кымығы мінен хайлай. Ширгакан унала кпағал энюжіна сылны Янаул кун деміш. Мариэл калы кынтуғайылы. Сұртышкинг тулешкан унала. Тамладын ончет шокшу мелнам. После торжественной встречи всех гостей пригласили на второй этаж здания. Заведующий отделом этнографии Национального музея Республики Мариэл Дмитрий Байдемиров рассказал о марийском народном костюме в контексте современной культуры. Ну, как я уже музейный сотрудник, то что действительно мы являемся хранителями тех традиций, которые у нас. Это фонды, конечно, фонды мы должны сохранять, пополнять. Мы привезли показать разные костюмы, так как марийский народ у нас по диалекту делится на три основные группы. Это горные мори, это право, точнее, реки Волги, это в республике Мариэл, Луговые мори, как раз это луговая часть, где вот Юшкарова находится, и восточные, которые проживают у нас в Татарстане, Бутмурде, Свердловской области. С годами цвет марийского костюма менялся. Особенно это заметно у восточных морей. Были рабочие и праздничные костюмы. У каждого были элементы, имеющие свою силу, защиту и смысл. По головному убору можно было определить, замужем та или иная девушка или нет. Мы стараемся, вот каждой экспедиции, к примеру, стараемся собирать уникальный материал, так как то, что сохранилось до сих пор, вот то, что у нас нету, мы изначально смотрим наши фонды. То, что у нас нету в фондах, и мы в связи с этим делаем план сбора музейных предметов, и выезжаем как раз, когда выезжаем в тот или иной район, стараемся провести те или иные костюмы. А сегодня у нас выезд именно связан с докладом у меня про костюмный комплекс народа морей, именно луговые, горные, восточные, как костюмный комплекс менялся, меняется, и должен сохраняться в том виде, хотя и даже этот цинический костюм, он должен нести традиционные особенности. Иногда вот тяжеловато, печально, конечно, потому что приезжают в деревню, у бабушки сундук показывают, открывают костюм, рассказывают все про него. Мы спрашиваем, может подарите нам что-нибудь, может нет, мы не подарим, может это пригодится, когда хоронить меня будут, оденут эти костюмы. Ну ладно, приезжаем где-то годика, два, три, как пройдет, посмотрим, приезжаем, а бабушки уже нет, уродных спрашиваем, а где, говорю, костюмы, которые вот она показывала нам, выкинули в овраг, говорит, вот ищите там, если вы, ну это, конечно, печально, то, что нельзя поступать, то, что вот, к примеру, сделано ручным трудом, с таким еще трудом, то, что вот вышивка, это же костюм надо было не только вышить, но сначала, например, все это посадить, например, лен посадить, надо вырастить, все обработать, и все это вот, все это ручной труд. Мы написали программу столетию нашей республики, пусть не придется ни традиции, посвященная морейской вышивке, возрождению, сохранению и обучению, и мы ездим по регионам в места компактного проживания народа в море. Очень интересно, знаете, приезжаешь, а народ до такой степени жадный, им охота все вот это вот увидеть, изучить, и вот еще и быстрее, и больше. Радуются люди, что вот они вышивают салфетку, им понравилось, закончить надо обязательно, все знаете, получается, что у нас возрождаем, показываем, обучаем. Чемпионат Башкирии по Тхэквондо Глобальной Федерации прошел в Уфе в первый день зимы. Участие в нем приняли и юные спортсмены из Янаула. Призовые места заняли шестеро из них. Они участники местной общественной организации Федерации развития Тхэквондо в городе Янаул и Янаульском районе. На тренировки ребят побывала и наша съемочная группа. Занятия всегда начинаются с обязательной разминки. Ребята старательно повторяют движения за наставником. Само боевое искусство Тхэквондо иначе можно назвать как путь ноги и руки. Такое сочетание не случайно. Все технические приемы выполняются руками и ногами. Каждая возрастная группа детей занимается отдельно, что способствует максимально эффективному обучению. После разминки мальчишки переходят к отработке ударов. Среди ребят есть и те, кто занимается недавно, и те, кто уже не новичок в этом виде спорта. Оценить свои достижения всегда можно в тренировочном спарринге с партнером. Такого рода состязания – это дополнительный стимул для каждого из участников. Отдельно занимаются и участники сборной команды клуба. Недавно они вернулись с победой среди республиканских соревнований. Для ребят это долгожданный и приятный момент. Но тренировки не прекращаются. Впереди уже подготовка к следующим соревнованиям и сдача квалификации. На тренировках при желании присутствуют и родители. Мой сын ходит на тренировки уже много лет. Четвертый год пошел. И вот раньше мы ходили к другому тренеру. Теперь ходим к Абдуллимину Гавкоровичу. Он нам очень нравится как тренер. Ребятам всегда преподает хороший жизненный урок. Учит их правильно, как нужно себя вести, чтобы мужчина вырос сильным, мужественным, храбрым. И нам очень нравится его подход к занятиям. Сын очень изменился после этих тренировок. Стал более сдержанный, не агрессивный. Он больше стал учебой заниматься. В общем, на пользу пошла эта тренировка. И мы с папой со своей стороны делаем все возможное, чтобы у него было все для тренировок. И пикировку покупаем. Перчатки там, шлемы. Все это приобретаем. Когда я приехал, мне было страшно. Когда один мальчик пошел из нашей группы, мне стало быть весело. Я начал на соревнованиях. Блоки, стоки, тяжело делать. На соревнованиях я нелегко. Не боюсь. Не люблю спорта. Мне занятия дают знание, смелость и четкость. Я продолжаю заниматься. При этом принимаю участие на соревнованиях. Реализую себя. И при этом помогаю тренерам. Набралась группа девочек. Мечты в тэквондо – это стать хорошим тренером. Все об этом мечтают. Маленькие дети мечтают дойти до пояса определенного. А желательно дойти, получается, идет до черного пояса. Черный пояс считается первым данным. Идет. И у детей идет успех, к чему стремимся. Как отмечает тренер ребят и председатель местной организации Федерации развития тхэквондо в городе Янаул и Янаульском районе Абдумумин Абдужаворов, самое главное не просто физическое самосовершенствование, но и нравственное воспитание, обучение детей моральным качествам, а также интересное времяпрепровождение для каждого из них, чтобы каждое занятие было полезно и увлекательно. Уже успели мы выступить в 2019 году, в нынешнем году, 11 мая, в городе Уфе проходил Кубок Республики Башкорстан под хэквондо, где наша команда из 25 человек приняли участие. Есть призовые места. И на сегодняшний день у нас занимаются 8 групп, 3-4-5 лет вместе занимаются, 6-летние отдельно занимаются у них, группа есть своя, 7-летние также отдельно, 8-9 лет отдельно, 10-11 лет вот эта группа как раз сегодня отдельно, и 12-14, а также у нас есть мужчина 15+, тренировки по девушкам идут отдельно тоже, там мальчики не занимаются. И для детей любое время этот зал, двери этого зала открыты. Планов впереди еще много. Это и дальнейшее оснащение нового зала, и развитие как в хэквондо, так и спортивной борьбы в грейпинг в нашем районе. Но самое главное – это обучение юных юнаульцев, чтобы им всегда было интересно и полезно на занятия. Вульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей юнаульского телевидения. Прошла неделя, как установили на елочную площадь главный атрибут нового года. И каждый день на этой самой площади происходят изменения. Какие? Расскажем прямо сейчас. На елочной площади каждый день происходят какие-то изменения. Появляются новые фигуры, оформляется сцена. Каждый шаг все больше и больше приближает праздник. Ледяной городок уже не первый год строится умелыми руками Рамиза Султанахметова. Он уже и сам не помнит, в который раз выпиливает фигуры изо льда. Смотря какая фигура, день точно выходит почти. Целый день. Это не 8 часов, 12-13 часов. 5-6 градусов. Сегодня теплее, конечно. Это сильно, в общем-то, тепло. Но зато, если пару дней только будет, он будет сглаживать. Для скульптуры лучше даже. И мягче станет, резать легче. Ну, альпузат еще будет. Пашкирская тибачка все равно должна быть. Так. Ну и год. Год крысы. Главный символ года будет. Основной рабочий инструмент – это пила. Новогоднее настроение создается трудом многих людей. Но впереди еще немало работы. Завозим лед. Начали изготовление фигурок. Сейчас школы нам должны еще помочь. Каждая школа сейчас будет делать. Каждая по одной фигурке. Наверное, они будут снежно делать. Они сегодня должны нам подать рисунки. Что они хотят сделать? Цветные рисунки. На выходные начнем ставить Дед Мороза, снегурочку тоже вырезать будем. Сегодня сцену смонтировали. Сейчас обкладываем льдом. И то же самое горка тоже сегодня будем обкладывать тоже льдом делать. И плюс начинаем. Поставили ворота. С этой стороны ворота. Арки, да, арочные ворота. И с той стороны. И тоже начинаем ставить забор. И потом после этого освещения здесь будут пробиваться канавки. И электросеть будет ставить освещение. По словам специалистов, к концу текущей недели оформление елочной площади должно быть завершено. Резидент Новокрещенова Яс Хабибуллин. Служба новостей Яновольского телевидения. Таковы новости уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова